Как сажать? Казалось бы, очень просто. Воткнуть, засунуть в землю, наоборот, вверх ногами засунете, он погибнет, он не вырастет. Короткий инструктаж перед началом – обязательная часть работы. Сергей на пальцах объясняет и новичкам, и уже бывалым садоводам, как управляться саженцами. Затем идем к реке. Сюда принесли многочисленные мешки с черенками, которые укрепят берег Большой Липовицы. Эффект, который уже через год дадут молодые деревца, по-хорошему потрясает. Изменяется испаряемость реки, образуется микроклимат. Дело в том, что лесообразующие деревья вырастают, а потом приносятся еще другие деревья, то есть уже вследствие возникновения биоразнообразия, приносятся уже другие семенами. Что деревья удерживают у грунтовой воды, то есть способствуют выходу грунтовых вод на поверхность, это родники. Сергей Попов начал заниматься восстановлением малых рек больше 10 лет назад. Он не эколог по образованию, но с детства, как говорит, болел биологией. Интерес толкнул на эксперименты по укреплению и защите берега Большой Липовицы от заболачивания. Сначала занимался этим в одиночку, а несколько лет назад стал привлекать единомышленников. В этот раз к нему присоединились полсотни волонтеров, которые с удовольствием занялись посадкой саженцев. Грунт возле реки мягкий, потому лунки под черенки делают протыкателем, заостренным куском арматуру с тообразной ручкой. Где земля плотнее, копают лопатой. Сажают в два ряда, в метре и в четырех метрах от воды. Интервал между саженцами примерно три метра. Это как раз то расстояние, которое позволит вырасти и развиться большим и сильным деревьям. При посадке черенок ивы нужно заглубить в лунку примерно на две трети длины, чтобы на поверхности оставалось примерно 10 сантиметров. В этом случае приживаемость составит порядка 90%. Важный момент. При посадке ни в коем случае нельзя говорить бранные слова или кого-то осуждать. Из-за этого, как говорят организаторы, весь человеческий негатив дерево может принять на себя и может попросту не прижиться. В этот раз волонтеры высадили несколько тысяч саженцев с двух сторон реки на протяжении трех километров. Уже через неделю черенки пустят первые корни. Спустя время на них появятся свежие побеги, а через год тут уже будут стоять молодые крепкие деревца. Они укрепят берег реки и привлекут птиц, которые на лапках принесут новые семена растений. Вот так минимальное вмешательство человека в экологию может привести к преображению речки и превращению ее в чистый и глубокий водоем с богатой флорой и фауной. Дмитрий Шапкин, Станислав Попов, Анна Мусатова, Область новостей.